Доброе время суток. Распил масляного фильтра фирмы HK UG1782. Какая-то фирма Universe Filters. До этого о ней ни разу не слышал. Внутри корпус чистый. На донышке есть надпись, что фильтр. Проходил тестирование на утечке. Какой-то бачкод даже есть. Так вот выглядит основание с резьбой. У каждого размера. 3,25 дюйма все это соответствует. Такая уплотнительная резинка. С какой-то даже полоской. Имитация какого-то, наверное, мана. Не знаю, зачем это делает. Резьба выполнена отлично. Торец зашлифован. Сам профиль чистый. Тут каких-то вопросов не возникает. Обратный клапан в минус 20 не дубеет. Для простоты понимания назвал его стопроцентный силикон. Клапан ложится на правильное место. Так скажем, ни на какие-то, ни на отверстие, ни на прочее, как в других клапанах, в других фильтрах. Резиновый клапан, этот силиконовый, имеет предварительное поджатие в закрытом состоянии. Так скажем, порядка 1 мм преднатяг. То есть, должна быть герметичность обратного клапана. Каких-то вопросов тут не возникает. Заливка герметиком посредственная. Снаружи, как видим, избыток герметика. Внутри тонкий слой. Здесь тоже. С другой стороны катушки. Также слой довольно-таки тонкий, но какого-то непроклея нет. Поэтому балла за это не снижаем. Стоит сказать, что катушка немножко криво была сделана. То есть, она не параллельно донышке расположена. А что это под боком? Порядка 2 мм перекос. Как бы говорит о культуре производства. Перепускной клапан из пластика сделан. Причем сама конструкция, вот это седло, очень напоминает китайский фильтр Mali. Сейчас, если не забуду, вставлю картинку. Посмотрите, как это там выглядело. Давление перепуска получается 1,1 атмосфера. Что не соответствует фильтру MAN 712-95. Который якобы заявлен в аналогах. Это скорее MAN 712-83. Если бы вы указали в описании, это было бы более правдиво. Почему-то на зоне еще указан в описании 712-87 какой-то. Которого вообще не существует в природе. То есть, ребята такие, да, какие-то балды. Это написали не соответствует. Это забыли указать. Это вообще-то не существующие со чем-то указали. Здесь можете видеть, поставить на паузу, какие аналоги перечислены. Вот он MAN 712-85 и WIC. Но WIC почему-то не написали. Хотя на сайте указана C111. Катушка фильтрующая. О, центральная туба, извиняюсь. Хорошего качества. Каких-то проблем здесь не выявлено. Кстати, по внешнему виду очень напоминает тубу от китайских фильтров Malle. Можете здесь посмотреть. Такое ощущение, что ребята используют их станки. Либо на том же заводе делается какой-то спецзаказ удешевленный. Подпорная пружина нормальная. По габаритам небольшая. Фильтрующая бумага обычная. Типичная, которая в 90% масляных фильтрах применяется. Толщина 0,42 мм. Есть выраженная прессировка. На разрыв нормально видно, что рвутся волокна. Синтетические ползут. Вопросов в бумаге нет. Есть только вопрос к ее количеству и к весу. Давайте о параметрах поговорим. Площадь фильтрации 561 см2. У конкурентов у MAN порядка 700 см2. У WIKA 900 см2. Вес бумаги 8 грамм. У конкурентов, опять же, тот же MAN, по-моему, 14 грамм. У WIKA даже побольше. То есть, фильтр по характеристикам довольно-таки посредственный. В конце видео предложу табличку. Посмотрите аналоги. То есть, занимает фильтр 6 место. По совокупности характеристик имеет 4 с минусом балла. Покупать можно свою функцию. Выполнять будет ничего опасного, критичного в фильтре не обнаружено. Просто обычный, средний, типичный фильтр, цена которому, не знаю, там 200-300 рублей. Он, в принципе, на зоне так же самое где-то 300 с чем-то рублей стоит. Брать или не брать решает каждый. Но до топа, до лидеров ему, конечно, далековато. Спасибо человеку, который закупил данный фильтр для теста. Подписывайтесь на телеграм-канал, на ютуб-канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. Все читаю, отвечаю. Спасибо. До свидания. Продолжение следует...